На протяжении На протяжении всей своей истории Россия захватывала чужие земли, колонизируя коренные народы, уничтожая их национальное самосознание, затем используя эти же народы для захвата новых территорий и порабощения других народов. Как мы видим сегодня, в 21 веке методы, которые использовал Кремль почти 500 лет назад, не меняются. И не имеет значения, как называется государство Московское царство, Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Суть остается тоже. Сегодня, как и в прошлом, и другие порабощенные народы, саха-якуты, находящиеся уже почти 500 лет под оккупацией Москвы, отдают свои жизни за имперские амбиции Кремля. Кажется, совершенно забыв о том, как несколько деков назад московиты точно так же убивали их предков и забирали их территории. А после присоединения выживших заставляли забыть злодеяния Кремля, переписывая их историю, уничтожая культурное наследие, устраивая репрессии. Мобилизация происходила довольно жестко. То есть мужчин забирали посреди ночи, в торговых центрах, на рабочих местах, на дороге. Мы отправляли вертолеты в наши деревни и в 4-5 утра забирали из дома. Делали это очень неожиданно, чтобы человек еще не успел никак среагировать. Это проявилось протестами многочисленными в городе Якутске. Таких митингов, протестов, наверное, республика Саха не видела вообще никогда. Конечно же вопрос встает о том, что идет просто уничтожение наших людей. Они, получается, колонизированные народы используют как пущенное мясо против прежних колонизированных народов, которые воспряли и отстаивают свою независимость. Это продолжение той политики Кремля, которую Кремль ведет против наших народов уже на протяжении 4-х столетий. Мы колония. Нас колонизировали 400 лет назад. Не было никакого добровольного вхождения в состав Российской империи. Мы говорим о том, что наши земли, как и наши люди, были захвачены путем насилия против воли людей, проживающих на наших территориях. И требуем восстановления справедливости. Мы будем создавать будущую якутскую элиту. Те, которые люди, которые готовы за свободу воевать и сражаться. Подготовьтесь. Настанет это время. И мы обязательно будем свободны. После объявления президентом Российской Федерации мобилизации по всей территории страны, в том числе и в Республике Саха, Якутия, людей начали массово забирать в военкоматы, чтобы отправить на преступную войну с Украиной. Забирали отовсюду. С домов, с учебных заведений, прямо с улицы. В сентябре была объявлена мобилизация. Никто ее не ожидал. Жители Республики Саха, в общем-то, действительно не ожидали такого поворота. Поэтому очень многие растерялись. Многие испугались мобилизации. Не хотели участвовать в этой войне, так как не понимали, зачем им это нужно. Такое было ощущение у меня, что все замерли. Все замерли. Никто не понял, что происходит. Сейчас они просто не поверили. Несмотря на то, что все время им говорили, вас скоро начнут забирать, скоро война придет в ваши дома. Все, игрушки закончились, вы все военные. Мобилизация происходила довольно жестко. То есть мужчин забирали посреди ночи, в торговых центрах, на рабочих местах, на дороге. Вот таким образом проходила мобилизация. Чаще всего одним днем. То есть забирали, давали три часа на подготовку или просто его привозили в военкомат. Тут предполагается, что некоторые чуть ли не до 20 тысяч считают. Кто-то более приземленные цифры приводят от 7 до 10. Что касается улусов отдаленных, начали они с улусов. В селах забирали мужчин, где население 300 человек могли забрать там 30, 40, 50, 70 человек. Активных мужчин, которые были задействованы в работе, на таких работах, от которых зависела жизнь этого села. Села, где нет интернета. Люди даже не понимали, куда они едут, где это Украина, что происходит, у Родины, что мы защищаем. Что отправляли вертолеты в нашей деревне и в 4-5 утра забирали из дома. Делали это очень неожиданно, чтобы человек еще не успел никак среагировать и не смог дать этому отпор. Что, конечно же, ужасно, потому что, когда у нас были пожары, когда у нас целая республика задыхалась, Кремль отправил вертолеты для Турции, для тушения пожаров, а для нас ничего не отправляли. А когда нужно мобилизировать, когда нужно отправить на войну, то, конечно же, появились все эти вертолеты, вся эта техника. Причем говорили, что мобилизация для тех, кто служил, тех, кто в запасе. Но на самом деле все это было вранье. Брали и многодетных отцов, и инвалидов, и по возрасту, который они подходили. Отвозили в сборные пункты. Просто вывозили мужчин таким образом. И ночью вылетали самолеты, целыми самолетами вывозили мужчин вот таким образом. Реакция была, если мягко сказать, то резко отрицательной, потому что, как это проявилось, это проявилось протестами многочисленными в городе Якутске. Таких митингов, протестов, наверное, республика Саха не видела вообще никогда. 25 сентября был наш основной митинг антивоенный и против мобилизации. Мы организовали его через социальные сети, давали инструкции очень подробные и давали также юридическую информацию, как защититься при задержании и так далее. Вышло около 500-600 женщин на площадь Рженикица, и они танцевали национальный саха-танец Огохой. Там они кричали такие лозунги, как «Нет войне», «Нет геноциду», «Нет мобилизации». «Нет геноциду», «Нет геноциду», «Нет геноциду», «Нет в войне», «Нет в войне», «Нет в войне». Были задержания. В первый митинг было задержано 25 женщин, во второй митинг было задержано 24 женщины. Причем задерживали их по всему городу, на улицах, где-то в аптеках, на остановках. То есть был какой-то ужас, кошмар. Перед неделю после этого мы объявили новый митинг, но он не состоялся, так как из Москвы прислали борт с Росгвардией, с Росгвардейцами. Это показало, что власти очень сильно боятся собственного народа. Своеобразным антивоенным протестом стал массовый выезд людей из республики Саха-Якутия. После объявленной мобилизации на границах с Казахстаном, Кыргызстаном и Монголией выстроились многокилометровые очереди из тех, кто отказывался участвовать в этой преступной войне. Вообще люди поехали, массово начали выезжать с начала войны, с февраля прошлого года. Летом очень много людей выехало, а осенью поехали практически все те, кто еще думал. Осенью очень много народу выехало. Я со своим знакомым, другом, который проживает здесь, в Казахстане, тоже на момент объявления мобилизации открыли шелтер для пребывающих якутян. Они организовали бесплатный ночлег. Они могли проживать там до момента, пока не найдут себе постоянное жилье или не решат, куда ехать дальше. Всего Казахстан, Монголия, Кыргызстан выехало, ну, грубо, 8 тысяч человек было на тот момент. Сейчас, я думаю, что это уже больше 10 тысяч. И люди продолжают везти. Несмотря на это, власти Российской Федерации все равно продолжают мобилизовать людей. Теперь повестки отправляют и через электронные сервисы госуслуги. А это значит, что теперь могут схватить буквально каждого мужчину от 18 до 60 лет и отправить на войну. Сейчас власти, конечно, не объявляют слово «мобилизация». Она вообще не звучит. Слово «мобилизация» как бы нет. Но, тем не менее, начался у нас весенний призыв с 1 апреля. И сейчас уже у нас в зоне риска находятся молодые люди, которые не служили в армии, в том числе студенты. Мобилизация, она вообще-то не прекращалась. Она вело текучее все равно продолжалась. Единственное, конечно, что отличается сейчас, это то, что нужно резко много людей, как оказалось. Потому что, к сожалению, у людей есть свойства погибать на войне. Призывники теперь совершенно спокойно будут подписывать контракт. И они как раз-таки и составят, заменят тех мобилизованных, которых там вот призывали по повесткам. По статистике погибших в Украине, молодых людей от 18 до 25 лет 70%. 70%. То есть получается, что все-таки это люди, которые проходили срочную службу. По погибшим, например, опять же нельзя сказать точную цифру, но погибшие – это же те, кого признали погибшим. Помимо этого есть безвестипропавшие. Очень сложно вести подсчет. Данные скрываются всеми силами. У нас некрологи каждый день, у нас паблики улусные, то есть региональные по улусам, они просто превратились в какие-то доска некрологов. Сейчас, конечно же, вопрос встает о том, что идет просто уничтожение наших людей. По данным, которые предоставляет Министерство обороны Украины, российская армия уже потеряла более 185 тысяч убитыми своих солдат и офицеров. Большая часть из них – это представители коренных колонизированных народов из национальных республик, которые на данный момент входят в Российскую Федерацию. Почему не мобилизуют людей из Москвы, из Питера в тех масштабах, которые делаются в регионах? Ну, во-первых, боятся восстания и прочего, то есть волнений среди населения. А в регионах, пожалуйста, это можно сделать. Для Москвы, Кремля, Москвы, я не знаю, русских, они, получается, колонизированные народы используют как пущенное мясо против прежних колонизированных народов, которые воспряли и отстаивают свою независимость. Это продолжение той политики Кремля, которую Кремль ведет против наших народов уже на протяжении четырех столетий. Нас убивают, нас уничтожают, делают из нас рабов. На территории Российской Федерации проживают более 190 народов. Большая их часть – это коренные народы, которые были порабощены и колонизированы Москвой в разные периоды истории. А как коренные народы – Саха, Юкагиры, Вены, Венки, Далганы – оказались вообще в составе России? Вот нам давали такую историю, дали такую версию этой истории, что мы добровольно присоединились и встречали их там буквально с хлебом и солью. Это все неправда. Никакого добровольного хождения никогда не было. Как можно это доказать? Это тем, что сколько осталось эвенков, сколько осталось Саха, сколько осталось эвенов. Нас так мало, потому что было очень долгое сопротивление. Мы – колония. Нас колонизировали 400 лет назад. В начале 17 века экспансия московитов на восток продолжалась и достигла берегов Енисея. В 1619 году в Енисейском остроге тунгусский князь Ильтык поведал служивому московскому люду о якутах, их богатых землях и большом количестве пушнины. Неутолимая жажда обогащения толкала алчных московитов к новым завоеваниям. И в 1620-м состоялась первая экспедиция на реку Лена под руководством промышленника Пантелея Пенды. Раньше это еще была пушнина, за которой, собственно, и пришли из Москвы, чтобы продавать это все в Европу и богатеть за счет нас. В 1629 году после Дан Пенды отправилась новая группа искателей Ясака из Москвы. Под руководством Антона Добрынского они дошли до рек Велю и Лена, а также у Стефалдана. Грабили всех, кто попадался им на пути и уступал московитам вооружение. Якуты и Вены, Далгани и Юкагиры встречали колонизаторов отнюдь не букетами северных цветов. Мы отлично знаем, что с приходом русских у нас сократилось население практически больше половины. В 1631 году последовала новая завоевательная экспедиция во главе с енисейским атаманом Иваном Галкиным. Он спустился по Лене до реки Алда и показал местному населению все прелести так называемого русского мира. Мужчины истребили, женщин подвергли насилию и забирали их вместе с детьми в плен. У нас даже памятник есть якобы матери, но на самом деле это памятник кровавой колонизации и сексуализированного рабства нашего народа. Там Абакаяда изображена, то есть это в центре города прямо расположено. Она сидит с ребенком и рядом с ней русский мужчина. И это история про то, как ее насильно взяли в рабыни и, собственно, потом у них ребенок появился. Как ее назвали Абакаяда? От того, что она говорила «Аяка, абытай». «Аяка» — это говорят, когда больно, а «абытай» — когда горячо. И это, насколько я знаю, действительно исторический факт. В то же самое время другой колонизатор Петр Бекетов действовал не менее жестоко. Подавив сопротивление местных жителей, он сооружает Ленский острог, который впоследствии станет городом якутском. Весомым аргументом для, в кавычках, «добровольного подчинения» стало сожжение Бекетовым нескольких якутских селений и уничтожение сотен людей. Для чего строились эти остроги? Для того, чтобы наемные, как раз, как чувака-вармировцы, приезжали и сидели в своем остроге, отбиваясь от коренного населения. Шли ожесточенные бои, жестоко подавлялись различные восстания, очень жестоко расправлялись с местным населением. И шли они не один год, конечно. То есть это 100-200 лет шло противостоянием. На рубеже 17-го и 18-го веков московиты построили на якутских землях многочисленные остроги, которые стали оплотом так называемого русского мира, а по сути служили военными базами для контроля над порабощенными народами. У нас была и своя культура, и свой быт. Все у нас было свое, и жили мы прекрасно. Но в итоге, как в истории русской пишется, что московиты пришли, и они были первопроходцами. Хотя на самом деле мы там жили, и почему тогда они являются первопроходцами. Очнувшись от первого шока, вызванного наглостью и жестокостью так называемых высокодуховных скрипоносцев, якуты поднялись на борьбу с угнетателями. В 1631 году коренные народы Саха взяли в осаду острог Добрынского. Захватчики в испуге бежали от народного праведного гнева. В 1632 году борцы за свободу Саха-Якутии, возглавляемые сыновьями Тыгына, собрав отряд из тысячи всадников, отбили награбленный ясаку оккупантов, московитов из банды Ивашки Галкина. У нас были на тот момент и торговые отношения с другими регионами Восточной Азии, Азии, Сибири, скорее. Восточной Сибири, да. Уже формировалась государственность на тот момент. В конце февраля 1642 года на борьбу с колонизаторами поднимается большинство Саха-Якутийских родов. Им удается в сжатые сроки очистить свою землю от оккупантов-московитов. В 1682-м Тайон Дженник со своими воинами предпринимает несколько попыток овладеть якутском, ранее захваченным московитами. Но, к сожалению, якутское войско будет разбито профессиональной армией убийцы мародеров Московского царства. Пленные якуты подверглись жестоким пыткам и казням. Раненый Дженник попадает в плен. В Якутске его убили в застенке, с еще живого содрав кожу. Позже в эту кожу палачи завернули новорожденного ребенка Дженника. Эту казнь совершили на глазах матери ребенка, которую для пущего эффекта тотчас посадили на дыбу. Всех оставшихся живых воинов казнили, отрубив им головы. Как мы видим, и сейчас, в 21 веке, методы, которые использовали московиты 400 лет назад, они применяют и до сих пор. При подавлении восстаний не только убивали, допустим, отряды повстанческие, а еще и сжигали людей. 80 человек в одном остроге сожгли, 300 человек в другом остроге сожгли. Сопротивление Саха и Якуты оказывали колонизаторам вплоть до 1684 года, но московитам все же удалось полностью оккупировать и поработить коренные народы Саха. В начале 20-го столетия, во времена распада Российской империи, народ Саха начинает борьбу за свою государственность. С 1921 по 1923 годы вспыхивают четыре мощных восстания, которые ставили своей целью независимость коренных народов и прекращение эксплуатации Советским Союзом якутских природных ресурсов, а также создание правительства, не зависящего от Москвы. В 1921 году наш известный диким Амосов, благодаря его стараниям, Якутия-республика все-таки вошла как автономная республика в состав российского государства, советского. В 1924 году восставшие во главе с Снафонком попытались переделать, но переделать не переделать, а выйти из состава как якутская автономная республика и пройти в состав как союзная республика. У них не получилось, они все были познены. В 1928 год у нас год большой депрессии, карательные отряды были отравлены из Москвы, огромное количество людей было расстреляно тогда. Отголоски того, что происходило в 20-е годы прошлого века, они все-таки в 90-е годы дали свои плоды. Мы, республика Сахар-Якутия, у нас уже была демо-версия независимости. У нас есть своя конституция, и когда наш первый президент Михаил Ехимович Николаев пришел, после того, как начали расставы, после прихода Ельцина, он пришел и объявил, в республике объявили суверенитет, появилась своя конституция, ввели визовый режим для некоторых регионов из России. Да, большая часть доходов от ресурсов принадлежала республике, и республика начала расцветать. Это был расцвет, вот так скажем, вот этой демократии, которую мы организовали внутри России. Это было государство внутри государства. Мы столько сегодня дали прав Якутии Саха, пусть он решает. И именно в тот период начали развиваться наши международные связи с другими странами. То есть мы это делали во вход в Москву, то есть не договариваясь с Москвой. В тот момент это был наибольший подъем как раз таки национального самосознания. В те времена как раз таки начали строиться национальные школы, выпускаться учебники на национальном языке. И в общем подъем национальной культуры был как раз таки вот после развала Советского Союза. В 90-х был какой-то кусочек суверенитета, да, но там тоже все пошло не так, как должно было пойти. Мы должны были выйти, мы должны были Ичкирию поддержать. То есть надо было как-то объединять усилия, ну на мой взгляд. Если бы мы вместе с Татарстаном к миру, да, тогда решили и Чечня, и Татарстан, и мы, потому что мы одни из самых крупных образований, и теряемых, вот. Если бы мы тогда договорились, наши правители договорились, попытались выйти, я думаю, что у нас бы, у Москвы просто не хватило бы сил вести войну, значит, с тремя республиками. А вот сейчас вот мы все вспоминаем это, конечно, с такой ностальгией, понимаете, и народ знает, у нас была, как я сказала, демоверсия, поэтому мы прекрасно знаем, как жить в демократии, что значит жить в демократическом государстве. И поэтому если сейчас люди молчат, как бы молчат, но они все помнят, это было совсем недавно, но с приходом, это в начале 90-х, но с приходом Путина у нас начали все это отбирать, отбирать, отбирать потихонечку, и все сошло на нет, суверенитета нет. На нас все это отобрали, все, что у нас, уголь, нефть и газ, это все принадлежит Москве сейчас уже. Если так вот взять по цифрам, это какие-то, например, в 2021 году в республике, в нашей, добыто 17 миллионов тонн нефти, или 13 миллиардов кубического метра природного газа. В республике Саха в 2021 году добыли 42 тонны золота, или там 31 миллион тонн кубля, ну и так далее, 168 тонн серебра. То есть вот эти вот огромные-огромные миллиардные доходы уходят в Москву. Ужас, ребенок чуть не утонул. Света, там яма же? Вот смотрите, это наш город. Москва живет за счет нас. Это факт. Их никто не может уже сойти. И жители республики тоже это все понимают. Потому что они видят, что у нас частично благоустроенные дома, это деревянный фонд, это аварийное жилье, это ведерно-выносная система. Так живет моя мать, например. У нее нет унитаза, извините, в квартире. Тем не менее, что касаемо моего народа, нам удалось сохранить значительную часть нашей культуры, самоидентичности, языка. У нас все это есть, но на примере языка национального в 2018 году были внесены изменения федерального закона образования. То есть именно в пункте касаемо национальных языков и все национальные языки, скажем так, были переведены в разряд необязательных. В условиях политики, которые ведет именно федеральная власть, это способствует гибели к исчезновению многих языков. И, например, по некоторым исследованиям считается, что якутский язык рискует исчезнуть уже к 2050 году. Якутский язык не преподается в школах. Он идет как факультативное обучение. Не говоря уже о представителях малочисленных народов Севера, коим я себя отношу, юкагирский язык, он мертвый язык. На нем говорят всего лишь несколько человек. Республика Саха не монокультурная. На территории республики проживает порядка 400 тысяч представителей Саха. А 30 тысяч — это малочисленные народы Севера. Их состояние, конечно, хуже, чем у представителей Саха, которые сохранили свой язык, культуру. Учитывая такое положение дел в республике Саха, протестные настроения, в которые всегда были очень сильны, Москва боится любых проявлений протестов. Достаточно вспомнить историю якутского шамана Александра Габышева, когда московские власти не на шутку испугались одного единственного человека. Бог велел меня изгнать Путина, демона, я иду изгонять. Только шаман способен на это идти, бороться с демоном. Перед нами не человек, брат, перед нами демон. С ним справится с демоном только шаман, воин. В якутской мифологии эпос Оламхо мир делится на три части. Это верхний мир, Аю, где живут верховные божества, серединный мир, где живем мы, и нижний мир, Абага. Так вот, тех людей их захватил Абага. И во всех Оламхо, как только главный герой убивает этого Абага, эти люди освобождаются. И они сейчас находятся под влиянием злых духов. И стоит им победить этого злого духа, и они станут свободными. И могут жить спокойно в серединном мире жить. Когда он дошел уже до Читы, там уже стало видно, что это не просто какой-то одинокий шаман с печкой идет, а это сила. И им нравился тезис того, что нужно вернуть народовластие, то есть демократию, чтобы у людей было право голоса, было право решать, что будет в их стране, а что нет. Решение и требования народного собрания имеют силу закона и подлежат исполнению всеми органами государственной власти. Это закон! Почему за ним пошли? Потому что он говорит правду о том, что так не должно быть, что власть в стране принадлежит народу. Мы, народ, здесь власть. Мы вами гордимся, мы вас поддерживаем. Но в итоге Путину стало плохо на несколько часов, и власти решили, что Габышев нанес диссессионный удар. Из-за этого его сразу задержали. Саша Габышев тут что-то права качает. Несмотря на уголовное преследование и опасность ареста, Александр Габышев продолжил свою борьбу с путинским режимом. Если вы видите эту запись, то значит я веду бой с диктатурой Путина. Слушайте приказ. Приказываю начать вооруженное восстание против диктатуры Путина. 12 мая 2020 года в избушку, где проживал Габышев, ворвался целый отряд ОМОНа. Задержание якутского шамана больше напомнило спецоперацию по нейтрализации опасного вооруженного террориста. Все видели вот эти кадры страшные, когда его 20 силовиков ворвали в его избушку. Зимой посреди земли. Схватили его. Полный досмотр, ребята. Полный. Каждый кармашек. Ноги, обувь. Суд решил отправить его на принудительное лечение в психбольницу. Что я считаю, это карательная психиатрия, которая была еще в СССР. Понятно, что за ситуация. Понятно, что этому человеку здесь абсолютно не место. Он должен быть на свободе. И без всяких там условий и разговоров и так далее. И никакого лечения не нужно. Я считаю, что Путин верит в силу шаманов, так как он является язычником. И даже во время, если посмотреть там 400 лет назад и раньше, то русские пытались истреблять шаманов, так как боялись их силы. Почему Путин испугался его? Он испугался, что они действительно дойдут до Москвы. Простой тот самый народ с понятным таким требованием. Они пришли бы на Красную площадь. И люди пошли бы за ним. Понимаете? При тотальной военной цензуре, при репрессиях, которые идут, тем не менее, жители находят силы как-то бороться. Борьба, она может быть разной. Борьба, но тем не менее, самое главное, что борьба не останавливается никогда. Она идет, она продолжает идти. Все оппозиционное движение практически как один за то, чтобы нация сама определилась, наконец-таки, да, сама определилась и приняла решение, что ей делать, как ей жить дальше. Практически все за то, чтобы Икутия получила независимость, стала независимой государством. Полномасштабное вторжение Российской Федерации в суверенную Украину 24 февраля 2022 года заставило содрогнуться весь мир. Многие страны начали задумываться о своей собственной безопасности, вступать в военные союзы, пересматривать свои оборонные бюджеты. Но также определенные процессы начали происходить и в самой Российской Федерации. Многие оппозиционные политики, общественные деятели, активисты, представители разных народов начали задумываться о безопасности и о будущем своих народов. Появляются такие и организации, как Лига Свободных Наций. Все, что Лига Наций, все манифесты, все обращения, которые Лига Наций пишет, мы все это подписываем. Мы подписываемся практически под каждым словом Лиги Наций. Это исторические документы, которые войдут в историю. Так же, как и Лига Свободных Наций, представителями коренных народов был организован форум свободных народов пост России, целью которого является деколонизация Российской Федерации. Мы говорим о том, что не было никакого добровольного вхождения в состав Российской империи. Мы говорим о том, что наши земли, как и наши люди, были захвачены путем насилия против воли людей, проживающих на наших территориях. И требуем восстановления справедливости. В форум свободных народов тоже я вам скажу, что на каждом мероприятии форума представители от САХА были. С самого первого начиная, во втором, в третьем. И вот в предстоящем, которое пойдет в конце апреля, представители, да, тоже и фонда, представители фонда тоже есть. Он будет выступать. Это как бы не земли Российской Федерации, как бы исконные. Исконные это вот Москвы, да, вот этот маленький песочек земли. Все остальное это не их. Это чужое, да. Мы выходим на международную арену. Мы участвуем в различных мероприятиях, участвовали в конгрессе в Берлине. Для того, чтобы нас услышали не только внутри России. Нам важно, чтобы нас услышали в Украине, чтобы нас услышали за границей. Что мы, народы, в регионах против войны. Мы не выбирали эту войну. Мы не говорили «за». Также появляется фонд «Свободная Якутия», который выступает против преступной войны, которую развязал Путин и «за» обретение независимости республики Саха. Этот фонд — это голоса коренных народов республики Саха-Якутия. Мы работаем очень тесно с другими национальными республиками. Мы понимаем, что в единстве сила, потому что нас мало, поэтому мы объединяемся в различные организации. Мы поддерживаем друг друга и будем представлять в будущем очень мощную силу. Как раз, когда война закончится, она закончится рано или поздно. Но для нас, видимо, да, все интересное начнется после этого. Поэтому мы готовимся. Кроме того, был организован военизированный батальон из представителей коренных народов республики Саха, которые перешли на сторону Украины. Я еду воевать в Украину. Еду воевать не только за Украину, но и за нашу свободу и независимость. И призываю вас вступать в наши ряды, присоединяться к нам. Украина даст нам оружие и даст нам возможность сражаться в их рядах за свободу Украины и за нашу свободу. Такого шанса больше не будет. Приезжайте, мы вам дадим оружие и научим и дадим возможность сражаться за вашу свободу. Призываю всех вступать в наши ряды вооруженного сопротивления. Всех, имеется в виду абсолютно всех и мужчин, всех народов, проживающих на территории Республики Саха и женщин, и представителей комьюнити ЛГБТК+, вступать в наше сопротивление и вместе приносить в наш общий дом свободу, независимость и демократию. Я выступаю только за декоменцией и за Россией, никакой федерализации. Я хочу, чтобы Россия развалилась, так как с Россией Республика Саха никогда не получит развитие. Все наши ресурсы уходят на развитие Московии. Сейчас появился Гражданский совет, который дает возможность, находясь в территории Российской Федерации, с Казахстана, с Турции, добраться до Украины, пройти обучение, подготовку, получить снаряжение и встать в ряды украинской армии. Независимость Республики это вообще мечта любого, каждого якубского интеллигента. Я еще в детстве слышала разговоры, что Республика должна быть свободной. Эта война будет длиться бесконечно, пока это государство Российской империи будет существовать. Бандитское государство, скажем так, будет существовать, это будет война длиться. Потому что для империи люди это ничто. Для нормального государства демократического люди это все. И как только произойдет понимание того, что мы можем быть свободны, что мы можем отделиться, что мы можем жить сами по себе, эта война закончится завтра. Мы будем создавать будущую якутскую элиту. Те, которые люди, которые готовы за свободу воевать и сражаться. Я хотела бы обратиться к жителям Республики Саха, многонациональной Республики Саха, что война в Украине коснется всех рано или поздно. Поэтому, пожалуйста, сделайте выбор, перейдите на белую сторону, сохраните себя для будущей борьбы с режимом. У нас будут тяжелые времена, готовьтесь, настанет это время, и мы обязательно будем свободны. Будущее нашей нации зависит от того, что сейчас делает каждый человек, каждый саха, каждый кутян. Сахалар сереге барыман, саха сереге күніл болуға. Саха сереге күніл болуға. Саха сереге тұргыруға.